Друзья, вы просите меня рассказать, пишу ли я темперой и что это такое. Ну, темпера – это такая краска, которая водная, она на воде, легко разводится. И чем она интересна? Тем, что, в отличие от гуаши, тем, что вы кладёте первый слой, потом она подсыхает, и следующий кладёте, она не смешивается с предыдущим. Поэтому частота цвета обеспечивается. Можно много раз перекрывать. Я из тюбиков прям наложил вот в такую штуку, красок навыдавил, да, и периодически их можно вот такой вот пульверизатором мне научили. Я говорил обычно по-простому, по-древнегречески, пшикалка. А они мне кто-то поправил, пульверизатор написал. Вот я их просто время от времени вот так вот подполиризирую, подпшикиваю. И они такие вот у меня увлажнённые, извините, происходят. Кисточку вот такую я люблю, с иероглифами такая, китайская, наверное. Она такая остренькая на конце. Ну и вот это у меня всё тут поломалось. Ну в принципе, вот эта штука, она хорошая. Они подобные разные продаются. И починить тут уже её очень сложно. Чем она интересна? Тем, что у неё здесь резиновая прокладочка. И поэтому она... Ну так, всё тут у неё палитра. Поэтому всё тут у неё должно сохраняться в вакууме абсолютно. Ну а сейчас покажу вам такой процесс набросок. Я делал, писал в образе индейца, человека с перьями. Посмотрите. Это 15-минутные такие наброски. Я хожу, часто теперь сижу. Часто пока проблема у всех. Ну вот как это всё делается. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео, если они вам интересны. Мой канал нуждается в вашей поддержке. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Да, следующий, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok